добро пожаловать на мой канал здравствуйте сегодня я расскажу о том как я делаю грот люк рустерную решетку для фор люка и сходной люк так значит я уже подготовил как вы видите для грот люка детальки вот они три штучки сразу хочу сказать что очень аккуратно нужно стачивать вот эти две стороны потому что если переточить или проточить неровно то будут зазоры вот в этих местах и будет некрасиво будет просвечивать белая фанера а так чтобы она становилась туда впритык аккуратно надо подтачивать теперь эти две детальки надо обратить внимание что они здесь имеют выгиб почему потому что палуба тоже имеет выгиб а так больше никакой сложности с грот люком нету это вставляется приклеивается и все это будет чуть дальше а теперь я перехожу к изготовлению рустерной решетки for люка для этого есть такие заготовочки и вот эти вот деталь значит как я буду делать просто прикидываю сколько нужно этих палочек вот как раз шесть штук они идут здесь будет здесь будет а эти будут по бокам поэтому натыкаю эти палочки и дальше следует таким образом по какой то там и о том что они будут управляться за петры то что они это такую салон не натыкает о том где вот так можно ее не заболеть будут улететь и заarina так что на талон уже не Продолжение следует... Клей высох, переворачиваем на обратную сторону и обрезаем лишнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому каждый раз сейчас буду стачивать и примерять к этому месту. Продолжение следует... Продолжение следует... Но стачивать дальше вот эти крайние детальки рустырной решетки я не стал, потому что и так они уже утончились наполовину. Так, опять я примеряю форлюк. Чуть-чуть осталось стачить одну сторону и он уже станет на своё место. Всё, вот он установился на своё место. Теперь уже проще. Теперь осталось сверху его выровнять, с лицевой, так сказать, стороны. Для этого можно взять просто кусочек наждачки на ровную поверхность круговыми движениями. Так... Так... Ну вот, форлюк с рустерной решеткой практически готов к установке. Да, вот таким вот образом. Осталось сходной люк. Здесь вообще ничего сложного нету. То есть вот эти вот... Вклеил два комминкса, которые очень чётко стали на свои места. Теперь только почищу эти стороны. Проверю, как он входит на своё место. А входит он очень замечательно. И можно будет вклеивать все три наши сборные детали на свои места. Ну вот, все детали готовы. Осталось только вклеить. Как видите, я уже поперечный комминкс грот люка вклеил. Сейчас вклеиваю, собственно, сам люк. Вот так. Поджимаю его к комминксу. И осталось ещё один сзади поперечный комминкс приклеить. Слишком сильно клея не стоит наносить, чтобы он не вылазил наружу. Можно было ещё и торцы помазать клеем. Но я не стал мазать, потому что он и так хорошо будет держаться. И они будут детальки на своём месте. Так, грудь-люк готов. Теперь фор-люк и сходный люк. Значит, сходный люк я сейчас пока клеить не буду, потому что надо будет на него установить петли и пистоны. Вклею пока только фор-люк. Просто поставлю, чтобы они стали относительно друг друга правильно, эти детальки. Вот так. Так, ну вот, я установил все наши люки. Эта пока на сухую. Всё получилось вроде бы неплохо. И рустерная решётка получилась симметричная, красивая достаточно. Поэтому я доволен. Что я хочу сказать? На этом буду своё видео заканчивать. Хочу сказать, что я очень благодарен всем вам, которые подписались на мой канал, смотрят моё видео, пишут комментарии. Большое вам спасибо. Благодаря вам возникает желание и дальше продолжать снимать видео, рассказывать вам и показывать свои наработки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы видеть, когда выйдут мои новые видео. Если у кого-то будут какие-то пожелания, пишите. Обязательно учту их в своей работе. На этом заканчиваю. Всего доброго и удачи!